Всем привет! Как и говорила, буду показывать распродажу детской одеждой и не только детской, но и себе кое-что приобрела. И кому интересна такая тема, то давайте начнем. До меня доехал мой автозаказ прошлого заказа и то, что до меня доехал, в общем-то, джемпер для Алиски. Для моей старшей дочки, которой 8 лет, я ей заказала в 128-й Ростовке. Очень красивый джемперочек, смотрите. Здесь рисунок, он прорезиненный. Я думаю, что он вечный будет, долговечный, никуда не сотрется, ничего с ним не случится. И мне кажется, что в ультрафиолете он должен светиться. Но вот почему-то у меня такое ощущение. Само сочетание мне понравилось. Это сливовый красивый оттенок. На камере он сейчас передается немного неправильно. Там я смотрю бордо конкретное. Вживую это больше слива. И такой оранжевый, неоновый, можно сказать, немного оранжевый принт. С обратной стороны все выглядит таким вот, однотонным образом. Давайте я вам зачитаю артикл и модель. Почему-то под прошлым видео мне написали в комментариях, читайте сразу. Я не знаю, чем меня слушали, потому что я, в общем-то, всегда читаю артиклы. Сделано в Бангладеш. Артикл 192-161. Модель 127G. 2501. Цвет бордовый. Цвет бордовый. Но он слива. Странно. Размер 128, состав 100% хлопок. Это трикотажный пулловер для девочки. Ну, пулловер, джемпер. Внутри здесь, как вот футер, да, вот этот вот начосик небольшой. И, в общем-то, когда весной гулять, либо на вокал у меня дочь ходит, думаю, будет самое то. Мы уже примеряли. В длине, по длине изделия ей нормально. В общем-то, сидит ей длинноватый немного рукава. По рукавам, кстати, манжетики вот эти вот все есть. Длинноватый ей рукава, но все равно на вырос замечательно. До осени нам точно хватит. Потому что обычно детки за лето очень хорошо вытягиваются. И на следующий учебный год, думаю, нам он тоже пригодится. Довольно очень по качеству изделия, по ткани, по прошивке всем швам. Никаких нареканий. Очень хорошо сделано. Замечательно. Далее сын. А, значит, сына я заказала уже с действующей распродажи. Вот такую водолазку. Водолазка стоила то ли 200 рублей. Вот точно я не вспомню. Давайте я, как в прошлом видео, все цены укажу внизу в инфобоксе. Там будут продублированы артиклы и цены на них, на эти изделия. Посмотрите, какая она красивая, яркая водолазка. Красный, сочный цвет. Не кроваво, прям красный, немножко он такой темный. Но для мальчика это будет очень здорово с его голубыми глазами смотреться. Есть вот такая вышивка в виде звездочки, как прям значок. На сына не мерила, но будет, конечно, великовато ему немножко. До лета полежит, подождет. Вот такие рукава манжетики. Да, тоже здесь вставлены две полосочки. Такая горчичная и темно-синяя. И, ну, я очень довольна этой водолазкой. Качество ткани. Она довольно-таки плотненькая. Это хлопочек должен быть. Сейчас мы с вами прочитаем. Значит, это легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для мальчика. Сделан также в Бангладеш. Артикул 60-165. Модель 146B2901. И это глубокий красный, 98-й размер. Состав 95% хлопка и 5 эластана. Тянется она хорошо. Горловина тоже, смотрите, хорошо так тянется. Да, то есть можно будет и приподнять, если холодно. В общем-то, сама ткань довольно-таки плотная. По пошиву все замечательно. Ни одной ниточки я не увидела. И, думаю, очень здоровски будет смотреться на сыне. Кто смотрел предыдущее видео, помните, я говорила, что до меня должна доехать еще одна куртка для сына. Вот такую яркую, мега яркую куртку я ему заказала в зеленом, неоново-зеленом, ярком, как будто бы лаковом оттенке. Она очень круто смотрится. Здесь также добавлено вот этот вот принт военный на капюшоне. Капюшон высоко, да, застегивается, то есть будет закрывать. Есть вот эта защита, да, чтобы не прищенить у ребенка подбородочек. Минус такой, я вам скажу. Первый раз я столкнулась вот из детских вещей, по крайней мере, у Фиберлик, столкнулась с тем, как не очень аккуратно, в общем-то, швы выполнены. Очень много ниток, ну, очень много ниток, по-другому я не скажу. И даже вот как-то маленько это подразочаровало впечатление от этой вещи, хотя она очень красивая. Она яркая вещь. Я сдавать, конечно, не буду. Есть, смотрите, вот такая вышивка на одном из рукавов. И также тоже на ней есть вот эта нитка. Нитки везде, ну, только вот по задней части этих ниток нет. А вот что касается вот этой части, здесь прям все в нитках. Внизу ниточки, смотрите, тоже. Ну, на карманах опять же-таки нитки. Ну, первый раз, честное слово, как-то, ну, неприятненько, да? Значит, давайте артикл скажем. Куртка утепленная для мальчика. Артикул 192-456, модель 127B-1101. А, кстати, сделана в Китае. Может быть, поэтому нитки. Цвет зеленый, размер 98. Состав верха, это 100% полистер. Подкладка 100% хлопок. Утеплитель 100% полистер. Давайте мы с вами ее расстегнем. В общем-то, замок хорошо работает. И здесь видно, да, вот эту хлопковую ткань. А в рукавах здесь подкладочная ткань. Вот эта вот ткань военная идет примерно до грудки. И дальше это вот эта вот хлопковая ткань. Эта курточка, она не такая плотная, не такая вот утепленная, как синяя. В прошлом видеораспродажи я показывала. Давайте это видео я вставлю в самом конце, где вот эти окошечки высвечиваются. С предложением посмотреть. Можете там перейти, потом посмотреть. При 30 градусах можно ее стирать. И это, конечно, на более такую уже теплую погоду курточка будет. Кстати, к ней я заказала штаны. Штаны тоже утепленные, тоже зеленые, но они в автозаказе. Опять же таки ждать нужно. Что еще примечательного здесь? Это светоотражающие элементы. И вот знаете, вот сейчас цвет куртки очень замечательно передается. Вот какая она вживую, так она и вам показывается. Светоотражательные элементы. Ну, она, конечно, яркая. Она такая необычная. Необычная какая-то синяя, необычная черная, какая-то серая курточка. Яркая, на себя внимание обращает. По рукавам здесь манжетов нет, но здесь резиночка, обрамленная оранжевым цветом. В общем-то, задувать не должно, я думаю, все-таки. Стоила также где-то 1000 рублей она. Вот такая вот красота. Значит, давайте еще посмотрим, какие у нас здесь кармашки. Нормальные, довольно-таки глубокие. Хорошо будет влазить сюда ручка. Можно положить. И, кстати, внутри вот эта подгладочная ткань, она плотная. Бывает такая прям дешманская какая-нибудь, которая очень легко рвется. Здесь она плотно ощущается. Так что, вот такая курточка. Лисюшке я заказала очередные туфельки. Туфельки на вырост. Мы оставим их на осень, на следующий учебный год. Ну, цена у них просто была 500 с хвостиком рублей. И внутри кожаные. Поэтому я, ну, решила, пускай уж будут. Ничего такого страшного в этом нет. Есть, не просят. Это из линейки Валентина Юдашкина. У нее уже такие есть. Одни пудровые, вообще называются пудровые, но они такие, знаете, более розовые, в золотинку. И они блестящие. Эти же туфельки бархатные, черные. Модель SKG007. Черный цвет, размер 31, артикул 5,001. Состав верха это бархат, искусственный лак и подкладка натуральной кожи. Стелька натуральная кожа, подошва резином. На каблучке Лисюшка обрадовалась. Опять же таки, все вот приходит еще в пакетиках в таких. Лисюшка обрадовалась, что у нее каблучок есть. У нее на каблу просто уйма радости. Наша у нее большая, якобы. Значит, вот такие бархатные туфельки. Здесь у меня вообще тоже никаких нареканий по исполнению нет. Как первые туфельки от Валентины Юдашкины, вот эти вот блестящие в отличном исполнении, так и вот эти черные. Они красивые, их как и праздничные можно использовать, как и повседневные. Конечно, бархат это такой материал спорный, на который может налипнуть всякая ерунда. Ну, посмотрим, как у меня дочь будет носить это все дело. Красивые, выполнены замечательно. Здесь лаковые, вот эта вот застежка лаковая, обрамление лаковое, бантик тоже лаковый. Подошва она тоненькая, сама подошва тоненькая, но, в общем-то, у нас не будет в них километры наматывать. Все вот так вот с распорочкой, все хорошо, нигде ничего не помято, сама кожа мяконькая. Здесь есть вот эта вот выемка, как ортопедическая, наверное, она правильно называется. И то, что это от Валентины Юдашкины, здесь вот такой вот лейбл. Хорошие туфельки, никакого-то особого неприятного, такого запаха от них нет. В общем-то, довольна. Лисюшка очень довольна, я рада. Давайте быстренько покажу вам свои приобретения, потому что у меня уже батарейка садится. Значит, заказала я себе две пары босоножек, одинаковые. Это линейка праздничная. Она появилась у Фоберли, по-моему, в декабре, в преддверии Нового года. Я тогда на эти босоножки сразу обратила внимание, они мне очень понравились, но так как вроде бы на Новый год босоножки мне одевать некуда, да и по такой стоимости не хотелось приобретать. Думаю, по-любому будет распродажа. И я ее дождалась. Значит, у меня 35 размер. Мне бы, наверное, 36, но тоже вот спорный вопрос. Они мне вроде бы как раз, ну, чуть-чуть бы я хотела, чтобы пошире был вот сам вот этот носочек. Вот это место меня немного смущает, но они очень удобны за счет своего вот такого широкого каблука в 9 сантиметров. Здесь есть застежка, и я такие вещи очень приветствую. Они хорошо держат ножку, ничего хлябать не будет, не спадут с вас эти босоножки. Много пересмотрела отзывов, что здесь на полную ногу они, якобы вот это вот место на полную ногу, еще поэтому я 35 заказала, но, знаете, наверное, все-таки нет. На среднюю, на обычную. Они мягкие, по внутренней части вот эта вот мягкая стелечка, сатиновым, получается, тканью сатиновой оформлена вот эта нижняя часть, и здесь как бы под кожу блестящую задник сделан. Серебристая вот эта носовая часть, тоже такая тканевая часть, это не кожа, это именно ткань блестящая такая. Сама кожаная вставка идет по стальной стопе. Они удобны. Я каблука особо даже не ощущаю. Конечно, я не ходила по улице, я не гуляла в них, но я и не планирую этого особо делать. Это будет у меня обувь. С подружками в кафе посидеть, куда-нибудь на праздник сходить, на какие-нибудь нерождения, еще куда-нибудь, естественно, с сыном, там с детьми гулять, либо в парке, наверное, их не одену. Для меня это будет не очень удобно. А так, ну, они шикарно смотрятся на ножки, очень красиво. Давайте я вам зачитаю артикул. Не зачитаю, да? Не зачитаю, потому что он у меня почему-то порвался. Давайте я напишу его внизу. А нет, вот если вот так соединить, то можно разобрать. Это PMW 047, цвет черный, размер 35, артикул вот уже, наверное, не соединю. Состав верха, текстиль, подкладка искусственной кожи, стелька искусственной кожи, подошва туни. Выполнены они хорошо. Я, в общем-то, косячков по выполнению не увидела. Ну, вы это все еще в макросъемке, конечно, увидите. Что еще красивого? Вот эти края, они тоже вот этой вот красивой серебристой тканью выделка, в общем, сделаны. И вторые, это уже пудровая тема. Тоже очень красивые. Прям я рада, конечно, что они у меня появились. Здесь, смотрите, такая нежнятина, невозможная нежнятина. Так, тут я еще не убрала. И по тому, как они сделаны, все то же самое. Я не скажу, что прям на 5, там, сделаны они, да, на пятерочку. Есть места, к которым можно придраться, но так, чтобы где-то что-то там отходило, какие-то швы были не проклеены, или еще что-то. Такого нет, в общем-то. Подошва тонкая, но они не предназначены для того, чтобы в нем гулять. Это, конечно, такой на выход вариант, но они очень красиво смотрятся. Повторюсь, для меня они невероятно удобные, по крайней мере, походив дома в них, я так решила. И по размеру все то же самое. Если давать оценку выполнению этого изделия, да, в общем-то, двух этих босоножек, то, наверное, я бы дала четверку им. Есть места, к которым можно придраться, но они практически мало заметны глазу. Это будет под ножкой, допустим, внутри, да, вот этой части. Ну, ее даже не видно будет. Они удобные, они устойчивые, и замечательно. Они красивые, они праздничные. можно их и в мир, и в пир одевать, в общем-то, по настроению, светлые, темные. Мне понравились, прям, очень имя довольна. На этом я буду с вами прощаться, жду комментарии, что вы думаете о той одежде, которую я приобрела, и что из вот этой нынешней распродажи, которая еще действует, насколько я знаю, вы взяли, либо, может быть, захотите взять. Пишите, пишите, подписывайтесь на канал, и всем до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok